Эти дома построены в 70-х годах прошлого века. Тогда же около них жители высадили молодые деревья. Время прошло, и когда-то маленький саженец, теперь высотой с пятиэтажный дом. Там дерево дупло, гнилое. Оно в любой момент может упасть при сильном ветре. Здесь очень серьёзное положение с этим деревом. В опасной близости газовая труба. Если дерево упадёт, без газа может остаться весь район. Жители аварии дожидаться не стали, обратились в общественный совет микрорайона. Совместно с районной администрацией договорились с управляющей компанией. Коммунальщики предоставили подъёмник и мастеров. И началась обрезка опасных веток. Мы сейчас, конечно, можем ли пойти лёгким вариантом, комплексно обрезать, но мы не знаем, каким образом себя поведёт дальше. Обрезаем комплекс. Чтобы окончательно решить проблему с деревом, угрожающим трубе, общественникам предстоит договориться с газовой службой. Иногда, да, приходится какие-то спорные моменты решать с предприятиями. Но, я думаю, все проблемы, они решаемые. Потому что все заинтересованы, прежде всего, в благоустройстве к посёлкам и залогам. Жители этих домов – настоящие активисты, готовы и дальше участвовать в жизни своего двора. Вместе с властью определять, на что прежде всего следует обратить внимание. В конструктивном диалоге решать важные городские задачи. Люди, небезразличные к судьбе Самары, войдут в команду созидания, которой предстоит продолжить общее дело благоустройства города. Айгуль Зиганочина, Валерия Макарова, Станислав Левин. События.